Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 сентября, день Ивана Постного, назван в честь святого пророка Претечи и крестителя Господня Иоанна. Он предсказал появление Иисуса и крестил его в водах реки Иордан. Иоанн Претеча погиб мученической смертью, и все потому, что порицал царя Ирода Антипу. У этого царя была супруга, но он оставил ее, и убив собственного брата, забрал его жену Ироиаду, с которой стал сожительствовать. Обличение не понравилось Ироиаде, и она подстроила так, чтобы обезглавили Иоанна. В народе сегодняшний день называли репным, так как убирали этот корнеплод. И на столе обязательно должна была быть репа и много другой вкусной еды. А также принято было собирать и другие корнеплоды, свеклу, морковь, картофель. Что касается названия постник, так это от того, что ели сегодня овощные блюда из репы и другие. С этого дня осень постепенно вступала в свои права. Даже была пословица, пришел Иван и за собой лето увел. Кстати, сегодня устанавливались некоторые запреты. Нельзя было собирать и употреблять в пищу капусту, яблоки, лук и все то, что напоминало человеческую голову. Связано это с тем, что сегодня церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, сегодня нельзя в руки брать нож. Это к большому несчастью. Сегодня также поминают всех воинов, которые ранее погибли в сражениях. Обязательно раздают милостыню нищим и обездоленным людям. Угощают их едой. Иван Постный считался своеобразным рубежом. В поле уже не выходили, а занимались приготовлением разносолов. Сегодня открывались осенние ярмарки и торги. Приметы. Если на Ивана Постного журавли на юг улетели, то зима будет ранней. К снегу, если увидишь лебедя, летящего в небе. А если гуся, то к дождю. А 20 дней перерыва это когда? Когда сколько? 10 дней вы это все принимали. Так. И 20 дней перерыва. И так в течение года, да? И так в течение года, да. Сосудики будут эластичные и кости. Потому что если слишком много кальция, оказывается, вот это все у нас делается хрупкое. Ногти, кости, сосуды и прочее. А сосуд она как укрепляет или чистит? Сосуды как раз, она будет делать стеночку эластичной. Потому что смотрите, что получается. Вот кальций, когда он кальцинирует сосудистую стенку, она делается хрупко. Как только давление повысилось от того, что человек поволновался, погода, там что-нибудь, ну, напряжение еще. Да, он как тяжело поднял, да? Вместо того, чтобы расшириться, он лопается сосуд. Ммм, ты смотри. И так, что у вас там получается с хрупкошкой? Слышу, она так пахнет. О, смотри, уже почти пахнет. Ага. Ну-ка, сейчас. Так, ложечка, ну-ка, сейчас я. Давайте, о, начало пахнуть. Да, 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 сейчас я. Вы снимали? Вот. И попробуем. Давайте попробуем, смотри, смотри, она лимит. Так, сейчас вот сюда. Давайте. Так. Перекладывайте. А мы можем здесь как раз все это перекладывать. Так, сейчас я попробую. Ну, давайте, попробуйте. И, кстати, старайтесь вот капуточку несколько не добавить, чтобы она в середине немножечко хрустела. Тогда она сохраняет все свои полезные свойства, ну, вернее, большинство полезных свойств. И, по-моему, сварилась, попробуйте тоже. Давайте. Да, сварилась. Давайте попробуем. По-моему, уже сварилась. Прошло 10 минут. Сварилась? Да. Ну, все еще. Именно то, что она слегка хрустит, это говорит о том, что она большинство своих полезных свойств не отправила. Да. И мы снимаем. Да, я вот снимаю. Да, ложечку поднимаем. Я снимаю. Да. Вот сюда. Воду немножко вылить. А, можно воду вылить? Да. Вот так вот. Давайте, выливайте водичку. А, кстати, она, ее можно пить. Давайте ее в стакан вылить. Давайте. Это да не надо. Она же вся с витаминами. Конечно. Вот. Поэтому ее лучше выпить. С удовольствием попробовать водичку. Да, да. Ну, она же пропитана витаминами. Там чуть-чуть останется воды. Это не беда. Ничего страшного. Оно даже нужно. Лучше со сметаной усилится. Так. Вот чуть-чуть там. Даже на дне. Давайте. Сейчас утре есть вода. Вот сметана у нас. Сметана. Ну, все просто. Сейчас сметану. Значит, сюда. Снимаем. Это ложки 3-4. Где-то вот. Вот здесь. Кстати, вот это блюдо, если поменьше добавлять в сметану, будет способствовать тому, что очень будет стройнить нашу флевую. И, кстати, все, я знаю, диетологов, которые работают с людьми, у которых вес зашкаливает за 200 килограмм, и потом они спускались килограмм где-то 90, они весили 100, применяли в питании капусту. В любых видах. И вот эта капуста, конечно, Владимир Васильевич, великолепно будет подходить для этой цели. Вот. Даже можно еще ложечку там где-то на сметанке. А вот вы брали. А вы уже всю ее израсходовали. А-а-а. Незаметно. Ну ладно. И сейчас можно огонь потише сделать, чтобы... Еще она потушилась. Да, потушилась, впитала сметану. А, сметанку впитала. О, какое у вас это. Огне, да. Ну вот. То есть, чтобы все компоненты соединились вместе. Да. Так, вот я сейчас в огонь немножко тише сделаю. Давайте. Она как раз вот сейчас просто плита. Да, горячая она будет держать. Так, где? Не, не, все она держит? Нормально. Она, знаете, как русская печка держит эту температуру. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует в сознании человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатая лунная сутка. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приветствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok